Александр, первый вопрос. Расскажите, с чего и когда началось ваше знакомство с хоккеем? Мне было 7 лет, когда мы с моим другом впервые пришли на местный каток. Кроме вас в семье были спортсмены? В моей семье только мой отец занимается борьбой, он большой фанат Александра Карелина, а кроме отца, пожалуй, никто. А были ли варианты пойти не в хоккей, а в борьбу? Нет, мне никогда это не нравилось. Всегда больше любил хоккей, немного и футбол, но хоккей больше всего. А какой был ли выбор между футболом и хоккеем в каком-то возрасте? Да, когда мне было 15 лет, я выбрал хоккей. Хотя до этого момента играл и в футбол, и в хоккей. Какие результаты в футболе были? Я неплохо играл и в хоккей, и в футбол. Однако футбол не приносил мне столько удовольствия, сколько хоккей. Когда я решил стать профессиональным хоккеистом, в какой момент произошло это сознание, что хочется именно двигаться по спортивной карьере? Когда мне был 21 год, я понял, что хочу играть в хоккей профессионально. Конечно, в 16 лет я тоже хотел, но лишь спустя некоторое время, каждый год я осознавал, что хочу играть только в хоккей. В интернете не так много информации про тебя. Мог бы немного для болельщиков рассказать о себе о своих увлечениях? Мне нравится играть в гольф. Также я люблю проводить время со своей семьей. У меня есть сын, мы любим играть в футбол вместе, кататься на машине. В целом, люблю проводить время с семьей и со своими друзьями. Принимал ли вы участие в каких-то профессиональных или полупрофессиональных турнирах по гольфу? Нет, нет, я не так хорошо в него играю. Мне доставляет удовольствие играть в него, но не более. Теперь немного о переходе в Сибирь. Это первый переход в зарубежный чемпионат. Почему прежде никогда не уезжала из Швеции? Сначала я хотел стать хорошим игроком в Швеции и попасть в национальную команду. В прошлом сезоне я впервые сыграл за сборную и понял, что достиг этого уровня. Поэтому решил идти дальше. И мне очень понравился вариант с Кахарил. И в частности, в Сибири. Насколько сейчас трудно решение переезда до Лоси? Я почти целый год имел такое желание. Поменять обстановку, конечно. Я скучаю по своей семье, которая осталась в Швеции. Но быть здесь тоже очень нравится. Новые люди, новый город. Все это здорово. Родные. Не отговаривали от приезда? Нет, они поддерживают меня. И я думаю, что это интересно. И что-то новое. Нет, они меня поддерживают. Считают, что это хорошее решение. Конечно, им не удастся посмотреть Сибирь. Но они будут стараться смотреть их по ТВ и иногда прилетать ко мне. Они скучают по мне, и я по ним. Но мы прекрасно знаем, что это хорошая возможность. Жена с сыном собираются прилететь ко мне. Родители, возможно, смогут посетить игры в Москве или в Хельсинки. А вообще про Новосибирск что ему известно? Это третий город по величине в России. Знаю, что тут жаркое лето и холодная зима. В Швеции у нас не такая долгая и холодная зима. Поэтому будет здорово испытать на себе такие условия. Также знаю, что в Новосибирске находится центр России. У вас есть здание, не знаю точно, как называется. Мне его показывал Адам Палашек. А что ты знаешь про КХЛ, про Лигу? Я подписан на КХЛ в Твиттере, смотрел хайлайты. Более того, я немного играл против игроков из КХЛ за сборную. Они все высокого уровня. Много игроков переходит из Швеции в КХЛ, из КХЛ, в НХЛ и наоборот. Поэтому здесь много игроков высокого уровня. Ты играл против Степана Санникова на шведских играх. Чем запомнился этот игрок? Я не помню от этого игрока. Я знаю, что они были очень хорошими. Они победили турнир. Не совсем помню ту игру, но я слышал о нем. Другие игроки говорили, что он один из лучших игроков в лиге. Он будет хорошим лидером и капитаном. Я думаю, что он будет хорошим лидером для нас. До интереса Сибири к тебе, ты вообще что-то слышал об этом клубе? Я разговаривал с Турасоном. Он мне рассказывал о Сибири и Новосибирске. Он сказал, что здесь хорошая команда и классные болельщики. Он сказал, что очень хорошие фанаты. Другие шведские игроки говорили, что играть в Новосибирске очень здорово из-за громких болельщиков. Ты долгое время играл во втором по значимости дивизионе Швеции. Насколько велика разница между первой лигой и второй? Я не почувствовал большой разницы. Для меня переход дался не так сложно. Я неплохо заиграл в первой лиге. Различие лишь в том, что тебе нужно чуть быстрее принимать решения и работать с шайбой. И через некоторое время я приспособился и немного изменил свою игру. After some time you learn the difference and change your game to what you need to do.